Госпиталь в торговом центре, что в промзоне города. Пока еще звучит нереально, но другого выхода, говорят, власти нет. Тяжелых больных в Барнауле с каждым днем все больше, а все крупные больницы уже перепрофилированы для лечения ковидных пациентов. Нужны новые объекты, и с одним из них уже почти определились. Медучреждением может стать торгово-офисный центр «Геомаркет». По предварительным прикидкам потребуется примерно около 100 миллионов с учетом аренды, с учетом приобретения туда медицинской всякой мебели, инвентаря, приспособлений. Ну если такое бедственное положение, а почему бы нет? Ну вообще-то, конечно, маленько я не понимаю. Производственные окна, конечно, на высоте. В 2005-м, когда строили «Геомаркет», пандемии, конечно, даже мысли не было. Впрочем, этому объекту и без того было непросто на рынке. Здание выставляли на продажу, объявления об аренде актуальны много лет. «Геомаркет» сейчас – это офисы и отделы мебели. Несколько десятков арендаторов, есть пустующее пространство. Некоторые съезжают, но не из-за госпиталя. Другие готовы к приезду. Не надо. Такая ситуация. Лично мое мнение, мне просто бы не хотелось бы напрямую контактировать с людьми. Если это будет отдельный вход, то ли как-то. Тогда, ну. Сегодня в мэрии решали, как практически в полевых условиях оперативно создать мега-госпиталь. Усилить систему вентиляции, провести дополнительное энергоснабжение, горячую воду и кислород. Несколько сотен ковидных коек в одном месте, но местные жители спокойны. А мне какая разница? Ну, ковидный. Главное, чтобы не туберкулезный. Абсолютно нет. Нет паники, чтобы все начали бояться. Кто боится его, в принципе, не особо тариже он ходит без маски, человек вообще ничего не боится. Впрочем, эксперты не исключают и создание дополнительных ковидных госпиталей в будущем. Сегодня рабочая группа объехала несколько адресов. Рассматривали даже помещения заводов и спортобъектов. Пока запасной вариант в ТЦ в индустриальном районе на пересечении Балтийска и Шумакова. Рассматривали его и моё это здание. Продолжают. Плюс прозвучали управление моторного завода, административное здание заброшено. За два дня проектировщики должны выдать свои рекомендации. Соответственно, Роспотребнадзор подтвердит, что возможно соблюдение требований хотя бы минимально. Сегодня Алтай граждан проекта должен разработать документ планировки будущего госпиталя. Через два дня инженерный проект. Строительными работами займется Владимир Отмашкин и СК «Союз». Координировать работу будет специальная рабочая группа, которой губернатор попросил заняться мэра Барнаула Вячеслава Франка. В сжатые сроки группе надо найти и с учетом всех требований подготовить здание под большой ковидный госпиталь. Это мы делаем надолго и в том числе для того, чтобы в случае возможности какие-то учреждения здравоохранения возвращать к их профильной деятельности. Строители, проектировщики, финансисты, врачи и другие специалисты, которым предстоит на практике переустраивать торговый объект в медицинский, сходятся во мнении. Работа сложная, но ее предстоит выполнять быстро и сообща, ведь на кону жизни людей. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, Александр Андропов. День с толком.